здравствуйте уважаемые зрители канала полезные советы меня зовут татьяна и в этом видео я предлагаю вам познакомиться с советами по лечению атеросклероза из книги домашний лечебник советы и рецепты народной медицины атеросклероз это хроническое заболевание артерий связанное с утолщением и уплотнением их стенок в виде бляшек развивающихся в результате отложения на внутренних оболочках сосудов жироподобных веществ липоидов в основном холестерина из-за этого артерии теряют необходимую эластичность их стенки утолщаются следствием чего является затруднение тока крови в сосудах и работы сердца уменьшение снабжения тканей кровью чаще всего атеросклерозом поражаются сосуды сердца мозга конечностей атеросклероз сосудов сердца проявляется в приступах стенокардии боли в области сердца атеросклероз мозговых сосудов приводит головокружением главным образом при резкой перемене положения тела быстром движении ощущению шума в голове ослаблению памяти изменению психики закупорка или тромбоз мозговой артерии может привести к ее разрыву и кровоизлиянию в мозг то есть инсульту большинстве случаев это бывает в сочетании атеросклероза сосудов мозга с гипертонической болезнью при атеросклерозе периферических сосудов наблюдается сухость и морщинистость кожи исхудание постоянно холодные конечности боли в спине пояснице руках и ногах типичные для старческого возраста быстрая утомляемость иногда склероз захватывает печень которая распухает и болит при лечении атеросклероза большое значение придается режиму питания ограничивающим употребление продуктов содержащих холестерин жиров мясо особенно почек и печени яиц сардин шпрот какао шоколада черного чая рекомендуется введение в организм аскорбиновой кислоты и витамина c и витамина b2 которые уменьшают процесс образования в стенках кровеносных сосудов жирового слоя и йодистых препаратов замечено что больным атеросклерозом полезно есть морскую капусту содержащую йод горох содержащий витамин b2 очищенные от кожуры баклажаны в жареном и тушеном виде которые снижают содержание в крови холестерина улучшают обмен веществ цветную капусту черемшу или колбу ягоды лесной земляники вареную айву грецкие орехи особенно вместе с изюмом и инжиром рекомендуется съедать ежедневно лучше натощак по одному или двум гриппфрутом средней величины которые препятствуют отложению в сосудах и извести хорошо съедать по 3 фунта или 1200 граммов спелых вишен в день выпивая за этот же день 7-8 стаканов молока не залпом а постепенно арбуз наряду с мочегонным действием способствует выведению из организма избытка холестерина для лечения и предупреждения атеросклероза применяют подсолнечное масло содержащие много насыщенных жирных кислот еще один профилактический совет лицам старше 40 лет регулярно пить натощак сок сырого картофеля для этого надо взять средней величины клубень вымыть вытереть насухо натереть на терке вместе с кожурой потом выжать сок через марлю помешать с осадком и выпить при поражении сосудов сердца у больного атеросклерозом иногда случаются острые припадки сердце начинает биться неритмично с перебоями кровь от головы отливает и лицо становится бледным припадки сопровождаются обмороками такие припадки могут происходить периодически и быть продолжительными чтобы помочь больному его следует уложить обмотав голову полотенцем смоченным в горячей воде а на область сердца положить лед или холодное полотенце при поражении атеросклерозом сосудов нижних конечностей признаками этого являются перемежающаяся хромота при сгибании коленей слышен хруст помогают солевые ванны до 12 фунтов соли на ванну в одном фунте примерно 450 граммов в народной медицине имеется много средств рекомендуемых при атеросклерозе в основном они носят общий характер и направлены на сохранение эластичности стенок артерий ослабление процесса образования бляшек повышение сопротивляемости организма вывод избытка холестерина первый рецепт настой плодов шиповника плоды шиповника и столочь заполнить ими на две трети пол литровую бутылку и залить водкой настаивать в темном месте в течение двух недель ежедневно взбалтывая принимать по 20 капель на кусочки сахара по этому же рецепту можно приготовить настойку из целых плодов шиповника принимать начав дозу с 5 капель и увеличивая ее каждый день на 5 капель доведя дозу до 100 капель снова постепенно уменьшить ее до 5 капель второй рецепт сок плодов боярышника пол килограмма зрелых плодов боярышника размять деревянным пестиком добавить полстакана воды нагреть до 40 градусов и выжать сок в соковыжималке принимать по столовой ложке три раза в день перед едой третий рецепт отвар рябины обыкновенной 200 граммов коры рябины кипятить два часа в пол литрах воды принимать по 20-30 граммов до еды три раза в день рекомендуется при склерозе сосудов головного мозга четвертый рецепт настой из цветков гречихи посевной столовую ложку цветков без верха заварить двумя стаканами кипятка настоять два часа в закрытом сосуде и процедить пить по полстакана три-четыре раза в день 5 рецепт отвар корней синюхи голубой 2 столовые ложки измельченных корней залить 100 миллилитрами кипятка поварить 10 минут на водяной бане процедить принимать по столовой ложке пять раз в день после еды последнюю пятую порцию принять на ночь отвар корней синюхи голубой обладает сильным успокоительным действием в 10 раз сильнее валерианы рекомендуется при повышенной возбудимости центральной нервной системы уменьшает содержание холестерина в крови улучшает состояние аорты за счет уменьшения липоидных отложений шестой рецепт настой листьев подорожника большого столовую ложку сухих измельченных листьев заварить стаканом кипятка настоять 10 минут выпить за час глотками это суточная доза седьмой рецепт сок подорожника большого хорошо вымытые листья нарезать намять и выжать сок смешать его с равным количеством меда и варить 20 минут принимать по 2-3 столовые ложки в день хранить в хорошо закрытой посуде в прохладном темном месте 8 рецепт отвар листьев земляники лесной 20 граммов измельченных листьев залить стаканом кипящей воды кипятить 5-10 минут настаивать в течение двух часов процедить принимать по столовой ложке 3-4 раза в день листья земляники обладают почегонным действием и наряду с солями из организма выводится и избыток холестерина девятый рецепт мелиса прекрасно снимает нервные спазмы улучшает работу мозга уменьшает головокружение и шум в ушах мелису в любом виде свежим или сушеным можно добавлять в чай или готовить отвар столовая ложка травы на 200 миллилитров кипятка мелиса не имеет особых противопоказаний поэтому ее можно употреблять длительное время 10 рецепт вереск отвар молодых веточек пьют как чай без нормы 11 рецепт ламинария сахарная или морская капуста принимать в виде порошка по пол чайной ложки в день ламинария противопоказано при беременности нефритах диатезе крапивницы хроническом рините 12 рецепт отвар корня хрена 250 граммов корня хрена вымыть обтереть натереть на крупной терке залить тремя литрами кипяченой воды и кипятить 20 минут процедить пить по полстакана три раза в день 13 рецепт смесь хрена со сметаной хрен натереть и смешать со свежей сметаной в пропорции столовая ложка хрена на стакан сметаны принимать во время еды по столовой ложке три-четыре раза в день 14 рецепт лук и чеснок использовать в целом или растертом виде а также в виде сока можно смешивать с медом один к одному или один к двум принимать сок по столовой ложке три-четыре раза в день до еды 15 рецепт сироп из репчатого лука вариант 1 одну большую луковицу около 100 граммов натереть засыпать полстаканами сахарного песка настоять сутки принимать по столовой ложке через час после еды или за час до еды три раза в день вариант 2 одну большую луковицу около 100 граммов натереть засыпать одним стаканом сахарного песка настоять три-четыре дня принимать по столовой ложке каждые три часа лечение продолжать в течение месяца шестнадцатый рецепт настойка чеснока вариант 150 граммов чеснока и столочь и залить стаканом водки настоять в теплом месте три дня принимать по 8-10 капель в чайной ложке холодной воды три раза в день вариант 2 пол литровую бутылку наполнить до половины истолченым чесноком и залить водкой дать настояться в темном месте в течение 12 дней ежедневно взбалтывать принимать по 5 капель три раза в день за 15 минут до еды в чайной ложке кипяченой воды вариант 3 300 граммов чеснока вымытого и очищенного положить в пол литровую бутылку и залить спиртом настаивать в течение трех недель и принимать по 20 капель ежедневно в полстакана молока одновременно является хорошим общее укрепляющим средством вариант 4 пол литровую бутылку наполните на треть мелко нарезанным чесноком залить спиртом можно водкой и закупорить продержать на солнце или в теплом месте в течение двух недель принимать раз в день перед обедом начав с двух капель и постепенно увеличивать дозу на одну каплю в день дойдя до 25 капель уменьшить дозу в обратном порядке снова до двух капель сделать перерыв на две недели и повторить курс вариант 5 этот древнейший гомеопатический рецепт был найден экспедиции юнеско в 1971 году в одном из тибетских монастырей датируется четвертым пятым тысячелетием до нашей эры назначение очищает организм от жировых и известковых отложений резко улучшает общий обмен веществ в организме в результате этого сосуды становятся эластичными что предупреждает склероз стенокардию инфаркт миокарда восстанавливает зрение избавляет от шума в голове при точном лечении происходит омоложение организма приготовлением тщательно промыть и очистить 350 граммов чеснока мелко нарезать и протереть в сосуде деревянной или фарфоровой ложкой взвесить 200 граммов этой массы взяв ее внизу где больше сока положить в стеклянный сосуд и залить 200 граммами 96 процентного спирта сосуд плотно закрыть и хранить в темном прохладном месте 10-12 дней принимать каплями по указанной ниже схеме за 15-20 минут до еды в четверти стакана холодного молока далее продолжить пить по 25 капель три раза в день пока не закончится приготовленный состав курс лечения повторить через шесть лет таблицу вы видите сейчас на своих экранах в первый день на завтрак принимается одна капля на обед две капли на ужин три капли во второй день на завтрак 4 капли на обед 5 капель на ужин 6 капель и так далее 17 рецепт настойка коры и корней или от ирокока колючего или свобода ягодника собранные весной во время сокодвижения или осенью после увядания листьев кора и корни или у от ирокока настаиваются на водке в соотношении один к одному пока настойка не станет темного цвета со специфическим сладковатым запахом для хорошего антисклеротического эффекта препарат принимают по 30 капель три раза в день до еды для лечения атеросклероза используется настойка коры и корней растения при атеросклерозе с поражением аорты и коронарных сосудов регулярный прием препаратов или у таракока колючего снижает содержание холестерина в крови повышает умственную работоспособность уменьшает утомляемость усиливает остроту зрения и слух повышает сопротивляемость организма далее приводится ряд рецептов более сложных многокомпонентных сборов лекарственных трав используемых народными лекарями для лечения атеросклероза первый рецепт плоды боярышника кроваво-красного 15 граммов плоды аронии черноплодные 15 граммов плоды земляники лесной 15 граммов 2 столовые ложки сбора залить 500 миллилитрами воды нагревать на кипящей водяной бане 30 минут охлаждать 10 минут процедить и долить отвар кипяченой водой до первоначального объема пить по 1 2 стакана 3-4 раза в день второй рецепт луковица чеснока посевного 50 граммов амелой белой 25 граммов цветки боярышника кроваво-красного 25 граммов чайную ложку сбора залить стаканом кипятка и оставить на ночь пить по стакану три раза в день третий рецепт трава тысячелестника обыкновенного 30 граммов цветки боярышника кроваво-красного 15 граммов трава хвоща полевого 15 граммов амелой белой 15 граммов листья барвинка малого 15 граммов 10 граммов сбора залить стаканом воды нагревать на кипящей водяной бане 15 минут охлаждать 45 минут процедить и долить настой кипяченой водой до первоначального объема принимать в течение дня несколько приемов четвертый рецепт корни одуванчика 10 граммов корневище пырея 10 граммов листья и корни лобчатки 10 граммов трава тысячелистника 10 граммов столовую ложку сбора заварить стаканом кипятка настаивать час пить по три четверти стакана перед завтраком 5 рецепт цветки боярышника кроваво-красного 10 граммов листья крапивы двудомной 10 граммов листья барвинка малого 10 граммов трава доника лекарственного 10 граммов плоды шиповника коричневого 10 граммов цветки каштана конского 10 граммов плоды малины обыкновенной 10 граммов столовую ложку сбора залить стаканом кипятка настаивать два часа принимать по четверти стакана три раза в день шестой рецепт плоды боярышника кроваво-красного 15 граммов плоды аронии черноплодные 15 граммов листья брусники обыкновенной 10 граммов трава череды трехраздельной 10 граммов трава пустырника 5 тел опасного 10 граммов цветы ромашки аптечной 10 граммов слоевище морской капусты 10 граммов рыльца кукурузы обыкновенной 10 граммов кора крушиной ломкой 10 граммов 10 граммов сбора залить 200 миллилитрами воды нагревать на кипящей водяной бане 15 минут охлаждать 45 минут процедить и долить кипяченой водой до первоначального объема пить по 1 3 1 2 стакана три раза в день после еды седьмой рецепт плоды шиповника коричневого 15 граммов трава сушеницы болотный 10 граммов листья березы повисла и 10 граммов трава мятый перечной 10 граммов плоды моркови посевной 10 граммов у корень или у терракока колючего 15 граммов плоды и листья кассии астролистной 10 граммов трава почечного чая 10 граммов корни лопуха большого 10 граммов приготовить и применять как сбор номер 6 такие советы дает домашний лечебник по лечению атеросклероза если вам понравилось видео пожалуйста поставьте лайки подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик чтобы не пропустить выход следующего видео а я благодарю вас за внимание и жду вас на канале полезные советы